Приветствую вас. В первую очередь хочется сказать, что ни дети, ни семья не может быть самоцелью Светлана. Вы обратились в раздел психологии, психологи не гадают, психологи анализируют. Если вы не можете забеременеть, но при этом, значит, вроде как у вас все хорошо, да, то есть по здоровью нормально, то, значит, есть внутренний психологический блок на то, чтобы, собственно, забеременеть очень часто бывает так, что женщина, например, не может расслабиться во время секса с мужчиной, и именно поэтому забеременеть, соответственно, тоже не может, либо она подсознательным мужчинам не доверяет. В таком случае беременность не происходит и, соответственно, вот. Дальше. В вашем случае спроса заключается в том, что вы 21 год выходите замуж, почему-то так рано, да, и пытаетесь забеременеть, опять же, так рано. Складывается такое впечатление, что для вас ребенок и семья на первом месте, но так быть не может, потому что на первом месте у себя можете быть только вы сами, поэтому вам здесь нужно в корне отходить от идеи о том, что дети из меня являются первостепенными ценностями. Это может быть ценностями, конечно, но это не первостепенно. первостепенно это ваша реализация, ваше развитие, собственно, ваша индивидуальность. Вот. Это очень важно понимать. Значит, соответственно, на детей, по-видимому, у вас направлена сверхмотивация. то есть вы, условно говоря, сверхмотивированы на то, чтобы стать, к примеру, мамой, допустим. Вот. Это очень важно понимать. Ну и то, что отношения с мужчинами вы выстраиваете, на мой взгляд, деструктивно, потому что, ну, не может семья, а, зависеть от д... детей. Вот. То есть семья, это, все-таки, союз двух людей, ммм, потому это они хотят делать друг друга счастливыми. Вот. Дети могут быть, а может и не быть детей. Вот. Это означает, что вы, свои отношения с мужчинами, вот. Выстраивать, ну, легко говоря, несколько не так. Легко говоря, вы выстраиваете отношения с мужчинами. Ну, я бы сказал, я бы сказал, наверное, слишком ориентированно на детей. Вот. Понимаете? Какая штука. И вот этот момент, на мой взгляд, очень важно понимать. Этот момент, на мой взгляд, очень важно учитывать. Значит. Вот, в принципе, так. То есть, как только вы научитесь, к примеру. Ну, через некоторое время, как только вы научитесь, допустим, себе доверять, вот, то я полагаю, что проблема из детей уйдет. Вот. И перестанете вы семью бояться потерять, но для этого необходимо поработать над самодостаточностью вашей. Вот. На мой взгляд, с точки зрения психологии, ответ можно дать вам такой. Вот. Также, можно посмотреть психологические блоки против древенности, вот, которые у вас могут быть. Ну, или добраться с целями, для чего вам нужен ребенок, для чего вам нужны дети вообще, в принципе. Вот. Понимаете? Потому что, ну, ну, ситуация вот такая, на мой взгляд. С точки зрения психологии, опять же, опять же. Вот. Вот, в принципе, так. Ваш вопрос, где вы пишете о том, скажите, смогу ли, сможете ли вы иметь детей, остается без ответа, потому что мы психологи, мы не врачи и не предсказатели. Вот. Обращайтесь, если захотите поработать, обращайтесь, если захотите разобраться в себе и в том, как вы устраиваете отношения с мужчинами. Кстати говоря, первый брак у вас уже распался. Вот. Я полагаю, что это не случайно. Вот. Я полагаю, что у этого есть какие-то свои причины. Вот. Я полагаю, что ваш брак отпасает за вашего поведения. Вот. Ну, первый брак. И второй брак распадается по тем не причинам. Вот. Что это, ну, в те же причины. В те же причины. То есть, какие-то те же самые ошибки вы делаете, что и в первом браке, что боитесь потерять семью. Кстати, семью бояться потерять тоже не стоит, потому что человеческие отношения, они, как бы, это не инвестиция. Это, скорее, текущий момент сегодня есть, их нет. Вот. Создаться нужно каждым моментом. Вот. Ориентированным именно на того, кого вы любите. Вот. Если у вас остались вопросы, пишите. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Я вам желаю всего самого доброго и удачи.